Такое количество препаратов я выпиваю за один раз. Таких горстей по три за день. Алена лишь на условиях анонимности решилась рассказать, как лечиться на дому уже больше месяца. Пневмония на фоне коронавируса. Девушки пять раз меняли антибиотики, а улучшений практически нет. Параллельно с антибактериальными препаратами я принимаю уже для поддержания печени, для поддержания желудка, препараты отхаркивающие, кроворожжающие. На сегодняшний день я уже потратила более 15 тысяч рублей. Подобрать рецепт конкретному пациенту бывает непросто. И пока пытаются восстановить здоровье, кошелек пустеет. Но даже без особо тяжких осложнений переболеть коронавирусом недешево и непросто. В аптеках уже не такие пустые полки, но поиск возможен. Центреакционы пока поступают, но быстренько как бы расходят. Поэтому бесплатные лекарства очень ждут. 24 ноября – та дата, когда они должны поступить в Край. Сейчас Минздрав региона плотно работает с Минпромторгом, чтобы поскорее заключить контракт и определить поставщиков. Сходя из выделенной суммы, пока специалисты-инфекционисты рассчитали нам лекарственные препараты для обеспечения по различным схемам лечения 15 тысяч пациентов. А еще в ведомстве готовят приказ, чтобы пойти на опережение строгой схемы предоставления препаратов только при подтвержденном коронавирусе или пневмонии. Пациент после контакта с медицинским работником, с врачом, после установления диагноза, независимо от того, подтвержден этот диагноз лабораторно либо иными методами, будет обеспечиваться лекарственными препаратами. Из 12 препаратов, поданных от Алтая, в Москве одобрили 8. Из-за повышенного спроса в дефиците гриппферон, амаксиклав, левофлоксацин и дексаметазол. Выдавать лекарства будут в медочреждениях. Скорее всего, схема будет такая. Врач определит лечение, отдаст эту информацию на склад поликлиники, где каждому пациенту соберут свой пакет. В 14-й самой заполненной поликлинике Барнаула список с примерным количеством препаратов делали, ориентируясь на октябрь и даже больше. Так что будет запас, потому что сейчас вместо 600 пациентов с ОРВИ в день принимают 200, а пневмонии выявляют 15-20, что в три раза меньше. Но кто и как будет доставлять лекарства на дом, пока не прописано. Как я вижу, здесь необходимо задействовать автоволонтеров. Такое движение существует, в том числе в нашей поликлинике. Доставка собственными силами, но, по крайней мере, на данный момент не совсем возможно, вследствие того, что количество мазков еще остается достаточно большим. Соответственно, они должны быть на дому. Вот это задействованы наши машины. Плюс неотложную помощь тоже никто не отменял. Сейчас на весь город меньше 10 автоволонтеров. В Минздраве не исключают и участие волонтеров-медиков. Скоро их помощь будет очень нужна. Но когда именно после 24 ноября бесплатное лекарство поступит в распоряжение поликлиник, неизвестно. Соответственно, остается открытым вопрос о том, когда начнется раздача лекарств болеющим людям.